всем привет дорогие друзья с вами yorn сегодня играем на тестовом серваке расскажу как у меня тут успехи на что делал пор какие приоритеты и какие герои сейчас у меня самые самые приоритетные так далее так далее потом также пройдем лабиринт 3 этаж давно не было туда контента тем более сегодня у нас дебафы которые жесткие ну и плюс нету фракции пространственных я думаю будет интересно ну а также отвечу на ваши излюбленные вопросы как попасть на тестовый сервак в чем здесь выгода ну и плюс как по-хитрому проходить этапы кампании я думаю что ни для кого это не секрет просто кто-то это использует а кто-то нет вот и все это не является читом или чем-то запрещенным это реально программы которые разрешены и то что вы их используете вам только будет в плюс друзья погнали как попасть на тестовый сервак ну во первых вы заходите в любой поисковик пишите фк арена тест он вам выдает а пк шичку там будет картинка красная это тестовый индонезийский сервак да он не тестовый запомните просто это индонезия и тут аудитория более так скажем неприхотливая как у нас странах снг если что-то какой-то косяк они сразу не орут они пишут разработчикам те исправляют и плюс тут за счет этого дают очень много кристаллов почту за счет вот этих вот косяков также здесь выходит обновление поэтому быстрее да и вообще понятно да почему когда какой-то разработчик игры запускает забит и странах снг его нет есть британии в америке в астралии канаде еще где-то но только не в россии друзья и не в странах снг я думаю тут уже вопрос сам по себе отпал ну и также многие задают вопрос как играть если не на андроиде не на эмуляторе как играть на яблоке в общем есть инструкция в интернете как вы можете создать аккаунт на ту или иную страну нужен vpn скачиваете turbo vpn меняете на индонезию заходите меняете язык на телефоне потом заходите в google и создаете аккаунт и с учетом вашего vpn он понимает что вы там соответственно он создает вам свой google и за счет этого google а вы сможете зайти также вот в этот play market или там apple store как у вас называется и скачать афк арену и и через этот аккаунт обновлять и без проблем играть если так не получается то помочь увы не могу я не любитель яблока это по поводу как сюда зайти в чем выгода в том что здесь все предложения по 75 рублей но есть мудрецы которые знают как на глобалке покупать там меняет страны гарантов короче это могут и кинуть могут и не кинуть но в общем на ваше усмотрение но тут до сих пор в купеческом корабле паки по 75 рублей если бы я здесь донатил то я бы глобальный сервак быстрее бы обогнал за счет чего за счет того что в событиях я занимаю топ-100 топ-200 топ-50 примеру адский вход проклятый мир и просто посмотрите на эти награды вы такие награды на глобальном серваке никогда не получите будет вам говорить что здесь мало народу играть не слушайте их тут народу играет уже много все понимают это и перебирается суда тем более здесь нету такого большого количества донатеров да и чтобы вы понимали в эту игру много денег вкладывать не надо почему да потому что если появится какой-то крутой проект вам не будет жалко уйти отсюда туда а потраченные деньги уже не вернешь и если вы думаете что вы продадите аккаунт как создали уже какие-то группы в инстаграме которые там продают аккаунты за 500 рублей вы прокачаете намного лучше да вы не будете тратить столько времени купив этот аккаунт но они своих денег вообще не стоят и был пример как чувак который задонатил эту игру 8 миллионов рублей продал свой аккаунт в итоге за 400 тысяч рублей чтобы вы понимали да то есть какая разница какие потери для чего да просто жиру бесится можно сказать если есть бабки потратить на что-то более ценно елки-палки в игру можно кидать деньги но не такое количество когда ты смотришь а чувак заложил сюда 200 тысяч я понимаю вы там богатые до усрачки ну можно как бы более грамотно реально этими деньгами распоряжить распоряжаться но если вы уж совсем не знаете их куда одевать ну киньте мне на развитие канала буду благодарен так это все что касаемо выгоды я думаю вы прекрасно понимаете да и вообще в принципе если посмотреть у меня есть бр-полторашечка на глобалке 1.8 если я здесь куплю пару паков на 45 тысяч кристаллов которые я тут покупал в малом количестве да вот заезжих купцах награды за достижения то я уже в скором времени обгоню непосредственно аккаунт на глобальном серваке вы можете играть и тут и там вам ничего не мешает друзья зато будете знать чаще когда выходит какая обнова и потом уже быть готовы на глобальном серваке если вам лень смотреть мои видосы на ютубе так но теперь по поводу героев какие цели в общем цели идут преследует собрать вот эту мадам если будет какое-то событие события где дадут еще один красный свиток вот этот бомбезный на смену героя я наверно поменяю или белинду или даже гвинет потому что ну гвинет не знаю когда ты идешь дальше ближе к 38 39 главам она там вообще нихрена ничего не показывает только хорошо себя показывает в паке с эйроном ликой зауратом ворсаном и гвинет вот в пвп но по факту вот эта магичка она пипец какая жесткая я думаю вы все уже это осознали и вначале если вы начинаете играть ее надо качать поэтому пор сейчас на нее пока здесь особо сильно как-то заморачиваться по прокачке героев не буду но вот тоже советую качать элюарда мне тут один мой знакомый с америки показывает немыслимые вещи с этим магом болен но он реально прикольно ну надо его бустить потом идут громилы тут сейчас задача прокачать сатрану также тску и вот это вот магичку то ли короче потому что они используются тоже вот в этом событие где я получаю за рейтинг крутые награды и они нужны просто для коллекции поэтому их я тоже сейчас буду качать планирую антадру на плюс 30 добить и также есть делать е30 по гравировке и пока здесь наверное все хотя очень хочу прокачать крена крен на глобальном серваке у меня забущен на е60 а здесь всего лишь на е30 вот и мне этих е60 тут не хватает это очень крутой герой у него бешеный урон даже мега прокачанная антадра или тайдус будет вносить меньше чем этот крен крен это такая же можно сказать имба как это скарлетт просто крем на е60 он гораздо лучше чем на е30 это я уже для себя точно подметил потом идут лесники здесь я прокачал астар астар буду поднимать максимально это е60 именной предмет плюс 30 и мебель 9 из 9 ну и машка тоже буду до конца качать они мне пригодятся по-любому и потом докачаю здесь вот эту вот касс для наверное для коллекции соберут этого сейруса и соберу деревяшку пусть будут а почему бы нет пригодятся в экспедиции каста точно а вот ульмус будет закрывать замки где мы получаем дополнительный прирост если вы туда помещаете героя маги вырожденных я сейчас на кого упор не делаю хочу только вот докачать изабеллу у меня ее просто нет я ее сливал в прокачку других героев и сейчас здесь качаю дезиру и хочкина это тоже мой приоритет ну и небесные тут альму наверно пока по гравюром качать не буду сейчас задача прокачает до конца талену перерожденную и ждать следующего героя и с учетом вот рейтинга там где он говорю да в топ 200 попадая ее прокачаю быстрее чем вы с донатом даже с минимальным донатом на глобальном сироке я вам серьезно говорю вот ее качну а потом буду качать наверное за фрейлям с этой сборочки с мигирой именно в астрозале и ортруса с турнирной арены потому что аталью я собрал на е60 не жалею она бомбезно кровотечением накладывает там противником вот ортрус у меня остался получается и зиш у меня собран зоурат осталась одна копия купить турнирки у меня там 230 монет есть смотрите вот уже накопил 222 да и также я куплю одну копию наверное в астрозале поймаю и все зоурат у меня готов на него уже заготовлена вся мебель я заранее собирал надо также будет собирать на мигиру давайте покажу 8 предметов мебели но зоурата есть посмотрите на эту красоту раз два три 4 5 6 7 8 до 9 я просто добью карта я может быть еще и упадет и сейчас собираю на мигиру то есть зоурат зайдет в пвп паки и в событии героя спири я всегда буду более-менее сильнее это точно потом соберу мигиру потом соберу мортраса до мифика также надо собрать хазарда до мифика он пригодится мне дальше это точно это точно друзья хазарда до мифика надо собирать но мэрлин леонардо у меня есть они проточены на и 39 из 9 плюс 30 видите эти красавчиков смотрите какие бомбезные нисколько не жалею что прокачал надо будет добить еще это потом надо будет добить джокера и принца на плюс 30 тоже планирую качнуть и немножко надо усилить queen queen страдает а герой прикольный в комбинации с той же самой лукреции которые у меня забущены на и 80 они бомбезом тоже показывают результат так что как то так то есть сейчас надо прокачать более-менее тех героев которых я вот сказал и делать больше упор в пвп потому что здесь я вполне участвую на арене героев залетая иногда чемпионат легенд это конечно бывает сложновато но залетаю тут конечно какой-то там донатер есть который всегда меня перебивает но есть шансы что туда я буду попадать и в героях эспири я тоже ребята я постоянно попадаю в легенду тем более увеличили там 2000 мест скоро получу вот эту крутую рамку и сезонные награды я обычно все здесь полностью забираю то есть это или легенда в топ-100 или легенда топ-500 я точно сюда попадаю и тысячи очков гарантированы для этой рамки на этом принципе все по развитию моих героев теперь давайте залетим мистический лабиринт тут у нас 3 дебафа третий этаж первый дебаф короче союзный герой теряет здоровье равные 20 процентов от урона которые они нанесли врагам то есть чем сильнее бьете тем больше страдаете но вот почему-то пачка через небесных вообще особо не страдает от али со своим кровотечением карает жестко и второй баф изгоя то есть когда вы убиваете противника на его месте происходит взрыв и он наносит 15 процентов от здоровья каждого из союзников то есть в первом в первом вот этом байфе вы сбьете и понижаете да если у вас отхила нет потом происходит взрыв противника и вы погибаете и 3 каждый раз когда погибает вражеский герой тот кто нанес смертельный удар будет наносить на 50 процентов меньше урона в течение следующих пяти секунд вот почему-то это на кровотечение от али никак не отображается ну по крайней мере она как жарил так и жарит какие у меня есть усилители давайте зайдем в сумку в общем что упал то упало нижние это на атаку верхние это на защиту и восстановление то есть там есть щит также восстановление здоровья меньше будет входящий урон и также меньше будет урон входящий если противник находится на моей стороне по моим героям и также он будет получать больше все пошли по той стороне где больше всего противников я заранее на первом втором этаже набирал энергию для громил и также заранее набирал энергию для пачки людей и сейчас иду солянкой вот через небесных и подземных то есть альна помогает лукреции а талия врывается от вины талена усиливает этот пак можно флору поставить но меня эта комбинация устраивает вот я в основном всегда дерусь практически где-то вручную в автоматическом режиме лучше лабу не проходить вот мы убили кстати убили заурата я думал сейчас откатит но не откатил в общем вот такой вот крутой пак который не все конечно соберут но если не соберете вы будете скорее всего ставить пачку людей и пачку громил и вот в пачке громил нужен ну миссу крен тайдус или антадра скрек и крен это бомбезная будет команда сейчас увидите давайте первую пачку мы разберем также командой вот этой вот пусть а талия напрыгивает а лукреция бьет лику запускаем твинов как всегда в комментариях найдутся супер люди которые скажут то у тебя просто есть прокаченные герои мне это говорят на протяжении всех двух лет пока я играю в эту игру что у меня постоянно вечно прокаченные герои а у них этих героев прокаченных нет когда у меня была одна шемира я проходил лабиринт одной шемерой и не вообще ничего никому не писал никогда не говорил так вот мы ставим пачку людей то есть я поставлю сюда розу я поставлю сюда гвинетт я поставлю сюда пегги пегги будет защищать щитами хендрика хендрик будет глушить ровно будет выхиливать гвинетт настреливать роза восстанавливать энергию гвинетт не знаю насколько это будет эффективно если что мы гвинетт сместим чуть ниже друзья тут как бы все может напортить конечно вот этот скрэк потому что скрэк врывается и рован страдает и в итоге рован отъезжает собака ты гребаный скрэк короче давайте мы наверное вот сделаем вот так друзья да то есть я не знаю насколько это будет эффективно люди это конечно не небесные но мы должны убивать тут еще вурк наискосок стреляет он тоже как бы опасен но здесь мы стоим намного лучше и мы побеждаем вот а если бы у меня была скарлетт там вообще вы всем уже было до свидания когда только получил скарлетт и прошел первые этапы блин как же я кайфанул от этого героя просто это кайф а не герой давайте поставим пачку громил в общем вот он скрэк можем поставить тайдуса он забежит там всех напугает они там все обосрутся потом ставим нумису и мы сюда еще поставим антадру пусть залетает тоже пинает но у крена мало здоровья поэтому мы его смещаем я не знаю выхилится тут крен не выхилится но он должен как бы выжить и видите он когда наносит очень много урона у него здоровья то практически не прибавляется хотя нумису выхиливает за нанесенный урон от первого дебафа крен чуть ли не подыхает но убивает он будь здоров будь здоров этот крен убивает отхиливаться мы не пойдем мы будем проходить дальше чтобы забрать максимальные ресурсы и тут видите можно всегда как бы противника обновить но почему-то многие этим обновлением не пользуются почему вы не пользуетесь я не понимаю так тут у нас горвоз горво очень плохо он запрыгивает и скорее всего он этого просто крена сейчас убьет чё мы выживем ой 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 посыпались друзья посыпались чё же такое-то ну короче тут солиса долбанутая давайте попробуем еще раз вроде как другой результат но вот это вот куча мало с этим фарой с этим горво у нас короче крен отъехал давайте до конца досмотрим этот бой мы побеждаем но крен погибает в общем с этими дебафами конечно крен будет сложновато так в команда 2 это людишки давайте попробуем давайте попробуем эту команду почему бы и нет гвинет против гвинет но мои есть вроде как энергия но тут тоже защищает хендрик у меня тоже хендрик сейчас посмотрим кто кого капец вот она да такая более менее зеркальная команда всегда интересно посмотреть я бы наверное все таки в более поздней игре поменял бы гвинет на скарлетт не знаю не вижу я в ней вообще никакого профита сейчас на данной стадии особенно на 37 главе вообще не вижу никакого прикола в этом герое так и давайте сюда поставим обратно нашу пачку вот и пусть они тут карают до карают всех кровотечением мрачь 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 течением и всем остальным вот оно наложилось кровотечения давайте еще раз твинов запустим и просто всех добиваем ну короче у кого есть все герои им конечно здесь вот из небесных будет играть проще но запомните вы вы луклецию должны качать практически чуть ли не первым героем то есть вам твины и мортраст дуэлит плюс нужны для фарма боссов мигира тоже нужна для фарма боссов местами вот вам хазов тоже нужен чисто для контроля некоторых патчек но в большей мере вы сначала когда их прокачаете до элит плюс этих героев да это мортраст дуэлит плюс этих героев твинов можете тоже поднять до мифика а потом уже суп с котом потому что к этому времени я не знаю что там получится может выйти какой-нибудь новый герой или еще что то но времени вы убьете даже на прокачку этих героев немало друзья но качать надо надо качать альну надо качать всех когда я качал героев мета была одна потом мета 10 раз поменялась потом вот этот появился красный свиток я был счастлив что в итоге мы возможно будем подстраиваться под мету и все круто у нас будет выходить в итоге свиток только один героев менять не можем вынуждены качать всех потом они сделали прикол с турнирным магазином что если у вас герой на пяти звездах небесный вы можете менять три копии на другого героя они до тоже по моему лавочку там прикрыли насколько я помню ну короче вечно вечно когда появляется что-то прикольное в игре они делают так чтобы мы быстро не развивались ну что могу сказать их задача нас в игре задержать и заставить донатить в эту игру наша задача заинтересоваться и играть но если вы не получаем истинного удовольствия от игры это уже дело третье слушайте но я не скажу что прям жестко но видно что когда я кого-то добиваю основным dd 3 дебафф вот этот вот срабатывает клинки и мой герой наносит гораздо меньше урона основной dd кто всех добивает это может быть и лукреция это может быть и гвинет это может быть и крем но вы посмотрите как кровотечение просто летует только она накладывается тут подключается лукреция еще когда вы прокачиваете мебель там начинается мощь от али у нее же там еще вот эти вот у нее срабатывание идут пассивочка как как будто на ультой бьет по всему экрану там тоже вылетает очень хороший урон и сразу противник отъезжает максимально быстро короче тут опять эта комбинация долбанутая громил с этим горло горло очень крутой кстати танк друзья качайте тоже горло но после машки некоторые горло начинают качать поначалу сейчас этого делать вообще ни в коем случае нельзя друзья он не нужен вначале вот машка вам пригодится она конечно тоже танк ну блин она какая-то нереальная танк и и волки творят какие-то чудеса если бы не то что она может творить я бы наверно так тогда вообще не парился и машку не качал плюс на там по моему какой-то дичайший урон показал в экспедиции то есть вот кто ее успел тогда прокачать когда она только появилась они там показывали хороший такой урон слушайте а нас тут вообще разнесли вы посмотрите что происходит я не ожидал это чё за дичь это сатрана дичь нам надрали задницу ехал они практически сдохли да но но они дали нам по щам тут еще это долбанутая талии талии кстати очень опасный маг за счет того что она даже на последнем вздыхании там просто выживает нереал ну давайте давайте сейчас людишками попробуем доковырять будет обидненько если мы не пройдем и надо будет восстанавливать героев но что сделаешь эта игра да нам надрали ну короче мы тут практически всех уже расковыряли можно было еще пачку отталии как бы остановить переиграть пофигу герои есть когда героев нету это другое а тут герой есть так крен крен шмрен причем он же мне по-моему сдох а я прошел через это до через восстановление так ну чё давайте поставим тайдуса давайте поставим антадру поставленную миссу только антадру под сисилию я не думаю что сисилия и сейчас про каста убьет офигеть она ее убила ты чё творишь дико офигеть они меня от пинали друзья это финальный противник третьего этажа короче ладно давайте слезки воспользуем короче поставим пачку а мы ту же самую команду сейчас оставим я просто буду угорать если меня сейчас опять вынесут ну скрэга то ты наверное не убьешь красавица или убьешь нет сисилия скрэга не пробил тайдус уже отъехал антадру уже отъехала и смотрим это тотальный просто разнос нас убил брутус и сисилия представляете короче ладно это веселье друзья это веселье вот для чего и нужна подмена противника если у вас есть проблемы короче давайте мы поставим вот так мы поставим вот так да и поставим вот так какая-то команда точно должна победить не ожидал я не ожидал но вот это талии конечно это конечно бодро ой живучий-то ой живучий два героя а команда страдает ну короче мы прошли тут же сразу прилетает донатный пак хотите берите хотите нет и мы закрыли лабиринт я сейчас пока не в команде то есть я прохожу сам я тут некоторые вещи проверяю интересные может быть скоро вам это покажу вот ну лабу мы прошли то есть мы получили еще сенсом мы получили еще другие приколюхи жалко что у меня нету легендарных эмблем мне было час за урата добить на пол тридцать на пол тридцать и закрыть эту тему в общем на этом все друзья все что хотел вам показал спасибо вам за просмотр надеюсь вся информация была годной и лабиринт с новыми дебафами вас порадовал к также как и меня в этом прохождении когда в конце мне просто дали по щам ладно всех обнял скоро увидимся